Внутренняя красота, на мой взгляд, первичная, и она создает некую энергию, ауру, харизму, потому что, ну, а что делать, если человек состарился? То есть он же, если он сохранил внутреннюю красоту или даже ее увеличил, он же от этого будет еще прекрасней. Да, он будет старенький, сморщенький, но внутри будет эта харизма, вот это добро, да, которое будет цеплять людей. И я видел таких вот милых старикашек, да, которые они излучают изнутри какой-то свет, что они притягивают, несмотря на то, что если внешне его разбирать, он уже давно не красавчик, да, там половины зубов каких-то нет, и все лицо, ну, как сухая земля, да, в пещерках таких. То есть, смотря что подразумевать под внешней красотой, если именно то, что пропагандируется сейчас современным телевидением, глянцевыми журналами, на мой взгляд, это не всегда красота. Да, и часто я встречал, что человек настолько опирается на внешнюю красоту, что теряет связь со своим внутренним, и да, это красивая обертка, но… и это привлекает, безусловно, да, ну, как картина, допустим. Но чем ближе ты соприкасаешься, ты понимаешь, что там пустота, потому что человек в этот момент не развивает внутреннее соответствие, да, безусловно, было бы хорошо, если бы мы были гармоничны и внутри, и снаружи. Но также люди по тем или иным причинам могут быть более стройными, более полнеть в какие-то периоды своей жизни, да. Не нужно так сильно опираться на внешнюю красоту, чтобы потом говорить, что вот он какой-то не такой, да, или… вдруг он решил поменять одежду, как-то по-другому начало выглядеть, да, люди чересчур стали этому уделять внимание, да, хотя одежда, проще всего поменять, не знаю, побриться, как-то прическу изменить, да, и уже будет другой образ, но если ты привык опираться только на это, ты никогда, да, и не заметишь, а что же человек несет, каковы его мысли, да, каков его посыл, потому что для тебя имеет значение только то, что какой он шмотки, какие на нем побрякушки, они в любой момент уходят, да, мы после смерти тело оставляем, а это вообще меняем, некоторые ежедневно, некоторые там реже, поэтому очень важно развивать в себе, а что человек думает, а что он чувствует, а на что он напирается в тех или иных мыслях, и тогда ты увидишь его истинную красоту, которая с ним из жизни в жизнь идет, да, и тогда и в тебе что-то преображается, ты начинаешь опираться и на свою внутреннюю красоту и производишь такое сияние вокруг себя, что безусловно притягивает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!